Привет, зритель! Не прошло и 300 лет, как 10 числа я получила посылку из Евпатурии, а сегодня уже 19-е, и я только села её обозревать. Короче, как бы я её уже вскрыла, и таких вау-вау только вскрываю, эмоций нет. Но будут другие эмоции, и вау-вау вскрыла, вас ждёт, я давно ведь не вскрывала посылки на камеру, вас ждёт в ближайшие дни. Ну, скажем так, это маленькая интрига, мало ли чего вас там ждёт, да? Короче, обезьянка. Лена говорит, это Лена из Евпатурии, ссылку на ролик которой на мой, с моей этой посылочкой. Это как раз вот то самое расслабление парфюмерии, часть вторая. Один человек зритель, другой человек зритель и ютубер, скажем так, да? В общем, она мою посылочку уже обозрела, у меня только сейчас ещё руки нашли. Она говорит, что это 190 по счёту обезьянка, я не уверена, что так, потому что как бы тогда я делала ролик с обезьянами, потом я делала ролик и считала этих обезьян, и он у меня уже годичной давности, он у меня всё ещё в монтаж так и не дошёл. Ну, дойдёт когда-нибудь, и вроде как у меня случались какие-то обезьянки. Ну, короче, какая-то обезьянка по счёту, вот обезьянка из Евпатории. Гриняная. Вот. Я очень хочу палочки детские с обезьянкой наверху, я как-то увидела картинку, стянула приятель, он сказал, что это детские палочки. Сначала он как-то колебался, но внезапно он мне ищет эти палочки детские, уж не знаю, с обезьянкой или нет. Но это идеально было бы, если бы они были с обезьянкой, но просто вот вспомнил, в общем, обезьянка. Она как бы у меня почему не в коробочке, я её убрала, ну, во-первых, обезьянка, так как я там уже всю эту упаковку упаковочную сняла, то оно бы там лежало, ну, некомфортно было бы этой обезьянке. Плюс эта коробка у меня стояла на шкафу моём, с одеждой, которая в комнате стоит, потому что есть у меня кот, который любит эти коробочки раздирать. Ну, и вообще как-то безопаснее. И он у меня стоял, обезьянка за стеклом стояла, и потом туда же верну. Потом в коробочке это всё было, вот коробочка у меня рядом есть. Сверху была ракушка, потом обезьянка, а под обезьянкой был котик. Я думала, что собачка оказалась что-то котик, и она сказала, что она таких котиков в горшки с цветами засовывает. Я вот как раз засуну потом этого котика в горшок с цветами. В общем, достаю обезьянку, и оттуда фигак что-то выкатилась. Думаю, что-то выкатилась. И из-за того, что я как бы не увидела, что там под обезьянкой что-то ещё было, вот ушко у котика откололось. Ну, у меня где-то бывает такой клей, который можно присобачить. Или у меня, или у родственников потом возьму. Ушко-то сохранилось. Ушко, иди сюда. А может, просто рядом с котиком положу это ушко. В общем, котик одноухий. Это виноградные улитки, как мне сказала Лена. Я эти виноградные улитки страшные, жуть какие, видела в Абхазии. На всяких там деревьев. В лысом виде виноградные улитки не такие страшные. Так. Вот. Котик. Ну, и вот это второе ушко. Так, как бы у тебя пытается поставить, Лёля, это ушко. Надо мне, наверное, взять или у родственников этот клей, который момент. Я думаю, моментом же оно, наверное, присобачится, да? А дальше ещё в самом верху была ракушка. Ракушка, как вам мне сказали, из Крыма. Но, по-моему, не из самой Эвпатории, но вообще из Крыма. И это конкретно стопроцентный перламутр. Вообще, первый раз вижу перламутр не кусочками, а вот ракушкой. И у нас много перламутра было в Прилуках. На Волге ещё, там, на какой-то другой реке в Прилуках. И в детстве я очень много этого перламутра собирала. Он у меня где-то лежит в каком-то сундучке. Вот. У меня даже есть такая круглая штуковинка перламутровая. На ней намётки на то, что там когда-то было изображение какой-то иконы христианской. Дедушка мой, дедушка, мамин папа, в детстве моём нашёл где-то эту иконку. Она у меня тоже есть. Я такой вот буржуй. У меня есть ракушка. Я её тоже уберу туда же, где она стояла. Ушко пока в неё положу. В чумкотика я засуну сразу сейчас, ну, после ролика, в горшочек светом. Ушко пока оставлю на ракушке, потом я его присобачу. И у меня тут есть коробочка. Ой-ой-ой. Я уже забыла, что у меня тут есть в этой коробочке. Вау. Так, я её сейчас положу. Ой. Ну, как бы, почему случилась эта поменяшка? Лене захотелось духи, которые у меня были, которые я как бы хотела кому-нибудь сбагрить. И мы с ней решили поменяться. Плюс это, она мне что-то бонусом послала. И вот это бонусом внезапно, можно сказать, что даже это... Местами поменяшка, местами подарок. Лена мне уже присылала как-то посылочку с травками, с книжечкой про этот самый, с двумя вроде как, про Крым. С ещё с чем-то там. В общем, вот, свечка. Я думаю, что из неё можно уже снять вот эту красивую бумажечку. Ну, упаковочка. Это свечка, но на ней такие штучки, которые не совсем свечки. Ну, в смысле, украшения, которые, наверное, не сгорят. Мне не поверишь, зритель, есть ещё такая большая свечка-ракушка. Она до сих пор ещё живая. Я её ещё на механке при бабушке зажигала, когда нам свет отрубали. И, по-моему, Наташа мне её дарила из города Кимры. В 16-м году ещё. Только-только у меня там случилось 200-м-то подписчиков в мае 16-го года внезапно. И вот у меня эта свечечка ещё живая. Мы когда с Леной обсуждали её посылку в видеочате в Фейсбуке, я её как раз доставала даже специально. Говорят, у меня ещё такая свечечка есть большая. Короче, вот красивая такая свечечка. Я вообще люблю вот такие фигнюшки. Оно как бы под золото, вот это вот, цветочек такой. И в нём такая как бы перламутровая фиговина, как пуговка. Я сначала думала, что это голубая ёлка. Потом сейчас вот смотрю, мне кажется, что это пена застывшая морская. Ну, как бы с Крыма, там, в море, Евпатория, то всё. И тут такая морская пена. На красивые ножопки. Наверное, она ничем не пахнет, потому что я ничего не чую. Но Лена мне не сказала, пахнет она или нет. Наверное, просто красивая свечка. Надо её как-нибудь заюзать, просто так даже. Раньше-то я эту свечку включала, в смысле зажигала, исключительно, когда свет отрубали. И в темноте так сидишь, а тут свечка. А эту можно, наверное, просто и так свечку жечь. Не только же, когда темно, да? В общем, крутая такая свечка. Слушайте, такая. Она, конечно, ну, не такая, как вот гиря, что можно зафинтюрить в кого-нибудь, но... Ну, не надо гирю ни в кого. Финтюрить, гиря тяжёлая. Пока в этом финтюрите рука отвалится, оттянется. В общем, вот свечка такая очень классная. Спасибо, Лена. И вот эта вот фиговинка, ленточка. И бумажечка прозрачненькая, в которой вот это зафигачено было. Так. Воу, тётя, в АСМР-ном обзоре парфюма, оставшегося после расхламления, я говорила про неё. Теперь у меня будет третий Summer White. У меня такой когда-то был, был в пустых баночках потом. И, по-моему, он мне тогда тоже... Или я его сама покупала, или он мне в поменяшки пришёл. Вот Лена узнала, что оно мне нравится. У Лены оно внезапно случилось. На половину полное. Этот... Sunrise. Summer White Sunrise Avon. Оно ванилькой для меня пахнет. Я вот... Оно не заявлено было на ноябрь. Но оно по умолчанию пойдёт на ноябрь. Оно фиолетовое. Фиолетовая крышечка. Вы что, зрители, вообще? Я даже сейчас на себя прыснусь. Кайф. Вот, зрители, если вдруг чёток, знайте. Лёле очень нравится Summer White Sunrise Avon. Он пахнет для Лёли ванилькой. Так. Куда? Сюда положу пока. Так. Тут какой-то отливант. Там вообще два отливанта. Где оно тут? С наклейкой жопы. С ушами, ну, в смысле, бабочкой. Сара Джессика Паркер. Лавли. Я так, насколько помню, это что-то с лавандой. Я её как бы чую, но у меня всё перебывает ванилька. Я её как-нибудь отдельно, может, ну, заюзаю и так обозрю. Или когда-нибудь ещё раз буду обозревать эти парфюмы. Все свои эти парфюмы в ASMR или в обычном видео. А, я забыла, что у меня же там помада от Арифлейм. От Лены. Я доставлю, думаю, что... Я тогда тоже доставала, думаю, что за флакон такой страны. А это не флакон, это Арифлейм. Ну, в смысле, помада. И очень красивый цвет. Я обещала сделать сводч. Вот. Такая помадка. Сейчас сделаем сводч на своей загорелой лапе. Вообще, можно в один слой нанести, но я в три нанесла. Которая, ну, где в три нанесла, вот. Слушайте, такой хороший, красивый цвет. У меня сейчас от Лёльки... От Лёльечки. Из Тюмени помада на губах, эта, матовая. Эйван. Я не знаю, похожий цвет, не похожий. Ну, в той же серии вот эта, мне кажется, ещё с каким-то таким шиммером. Короче, видимо, я люблю вот такого цвета помады. Ну, вот такие вот. Лена угадала. Либо она знала, что я такие люблю. Я хз. Но Лена меня давно смотрит. Может, я когда что говорила? Да, шиммер. Тут написано. И чего-то там карамель. В общем, Reflame. Так. Ты сюда вставайся. Тут ещё будет. Я про него тоже говорила. И вообще, как бы, у меня когда-то был пробник. Но пробник у меня потом подруга выпросила. Потому что ей тоже нравился аромат. Ну, что-то у меня так не случилось. Я когда была представителем Avon купить полноценный флакончик. Это силки Soft Mask от Avon. Вот у меня такой от Лёли есть с розовыми цветочками. Просто силки Soft. Мне всегда казалось, что не все одинаково называются. Только отличаются наклейками. Оказалось, что у них ещё и слово дополнительное есть. Вот здесь просто силки Soft. Soft Mask, точнее. А тут Soft Mask силки. Шёлковый Soft Mask. Чё я его сейчас нюхаю? Я не смогу сейчас перебинать у меня немножко. Ну, как бы, я что-то чую. Он тот вот аромат. Но я на себя преснула в ванильку. И она у меня всё обволокла. Короче, вот такой у меня теперь ароматик. Второй вот такого формата Soft Mask. Один от Лёли, другой от Лены. Спасибо. Так, где у меня эти духи-то лежат? Вообще тут пять духов. Два отливанта и... Пардон, и три. Не отливанта. Так. Жан-Франко-Ферре. Ферре-Роуз. Вот это я не помню, чем пахнет. А чё я нюхаю? Там можно же в колпачок преснуть. Не ванилька точно. Оно, мне кажется, полегче чуть-чуть, чем вот Silk, вот этот маск. Silk и маск. Ну, я не говорю, что Silk и маск тяжёлый. Но вот так, допустим. Если бы лимон с чем-то скрестили. Ну, вот такой плоский лимон с чем-то скрестили. Ты точный такой. Я почему-то там плоский лимон чувствую. Ну да, плоский лимон, Лёля сказала. Вообще ассоциация, возможно, совсем другая. Короче, очень приятный аромат. И тадам! Теперь у меня полная коллекция эмари. Я вообще не знаю, сколько всего эмари, но вот у меня четыре эмари. У меня три эмари от Лёли и один эмари от Лены. Эмари Эйван. Который просто эмари без никто. Первый эмари, который я попробовала, кстати, всё удивительно. Ну, как бы у Лены ник один есть. Или на одном нике. Ну, в общем, у неё на нике как-то было написано «Алёна». И была такая блогерша Алена Овсянникова. Я не знаю, как бы дедушка, вот мою маму, маму звали Лена, дедушку её называл, её папа, значит, Аленушка. Ну, как бы Лена, Алена, мне всегда казалось, что это одно и то же. Ну, видимо, у кого-то в паспорте бывает Елена, а у кого-то в паспорте Алена. И вот Алена Овсянникова, у нас с ней была поменяшка. Я тогда вот, я очень хотела их попробовать. И вот благодаря Алене Овсянниковой я их попробовала. Они мне так понравились. А теперь благодаря другой Алене, которая Лена, у меня есть снова этот эмари. Ну, я как бы нюхаю и то-сё, да? Ну, он тот вот такой конкретный эмари, который без никто. Вот у меня есть эмари. Даже в коробочке. В общем, у меня на 5 духов прибавилось. Я там посчитала, когда убирала после АСМРа эти духи. По-моему, у меня 39 духов было. 39 плюс 5. 44 духа теперь у меня. Так. И теперь снова розочки. У меня, короче, эти розочки, я как-то их заваривала. Это крымская роза. Второй пакетик у меня. Они лежали под боком. Я когда монтировала, всё время нарком... Одухотворялась этим ароматом роз. О, как кайфово-то пахнет. Думаю, может их подушечку какую переложить. Ну, типа, как бы Саше было. И там подложить под эту под подушку у кровати, чтобы выдыхать аромат роз и кайфовать дальше. Но что-то так руки не нашли. Короче, в общем, она мне и с целью, что вот можно мыло зафигачить, да, там, для дизайна какого-нибудь, просто для красоты. Но так как у меня, благодаря Лёле из Тюмени, мыло дофига, заказов на мыло больше пока нет. Ну, был там один в начале сентября. В Германию уехал. И как бы, да, я Елене, то, что там кусочек мыла презентовала, я забыла, с чем там корица вроде было, или кофе. Но что-то, короче, было. Оно вообще написано в состав, на странице группы Травника с этим мылом. Вот что я сейчас делаю? Я сейчас беру пальцами и, можно сказать, лопаю эти лепесточки роз, и они такие измельчаются, сразу измельчаются. Короче, я заваривала чай. Можно сделать какой-нибудь, ну, залить тоник для лица, там, отвар, еще что-нибудь. У меня гидрова где-то стоит с прошлого года. Розы. Это не крымская, правда, просто розы. А можно в мыло положить, можно полноценный бутончик, можно залить горяченькой водичкой, окрасить этим, или как добавить мыло, обогатить его. А можно, вот я сейчас поняла, измельчить вот эти штучки, лепесточки, и вот так вот, ну, скрабирующие тачки, такие мелкие, мелкие нежные скрабирующие частички будут. Короче, розовый пакетик с розочками. Вообще кайф. Я только сейчас поняла, что он розовый пакетик. Так вот, у меня второй розовый пакетик с розочками крымскими от Лены. Может, я как-нибудь вдохновлюсь, если вдруг слышите такое, бодь-бодь-бодь-бодь-бодь, это у нас на потолке люди бегают. Ну, хорошо хоть не орут. Короче, если вдохновлюсь, то делаю какое-нибудь мыло, и вот идея, которая мне сейчас пришла совсем недавно, пока я пишу этот ролик, я туда измельченную розу, вот эту вот, ну, не порошок розовый, у меня есть порошок еще розы, отдельно, в Китае когда-то купленный, ну, в смысле, на Алиэкспресс. А вот именно вот эту измельченную крымскую розу туда положу, и вот такой нежный пилинг. Так что, люди, если вдруг хотите мыло, я принимаю заказы. у меня на данный момент есть мыльная основа с маслом ши, и мыльная основа, обогащенная молоком. Так что, так, в общем, тут розочка. Дальше. У меня рука тянется и берется. Крымский лимонник. По-моему, правильно обозвала его. Лена мне его уже присылала, и вот у меня снова этот лимонник, я тут с тетей со своей поделилась с предыдущим лимонником, я его один раз заваривала в чай, положила на самое видное место и забываю стабильно. Такая вся сонная, хожу, думаю, блин, у меня что-то такое есть, что можно заварить, чтобы не спать днём, ну, пока не ночь. И снова забываю, переложила на очень видное место. Вот думаю, надо завтра днём заварить. И этот туда же засунуть, ну, или пока в полочку. Ну, и вообще, и вот такие вот фигнюшки, я так думаю, их можно тоже в мыло кидать, как бы для красоты. Так, а ещё у меня тут есть лаванда. Лаванда палочками, лаванда россыпью, слушайте, лаванда россыпью, такой кайф. Лаванда россыпью, её можно кидать в мыло. А можно закинуть щепотку в зелёный чай, какую-нибудь дурацкую, вот знаете, гринфилдовская, сенча, запанес, она испортилась, она такая пересушенная стала, как обычная. Короче, как хреновый зелёный чай. Вот берёте самый хреновый зелёный чай, попался вам какой-нибудь дешёвый хреновый зелёный чай, только у гринфилда она как бы не дешёвый, да, этот чай. Но, можно и за сотню купить, и до 8, до 90. Короче, берёте самый дешёвый зелёный чай, фигачите туда щепотку цветов лаванды, фигачите туда щепотку розмарина, заливаете горячим кипятком, ну, холодным кипятком, да, в смысле кипящей водой чайника даёте, потом настояться несколько минут и пьёте. И желудок скажет вам спасибо, весь организм будет благодарен, и вам-то самим кайф будет. Мне вообще кажется, что оно слегка обозрит, потому что я тут вечером как-то дерянула, и у меня на пару часов сна вообще не было. Но уснуть, ну, да, кстати, оно всё, по-моему, в розовых пакетиках. Слушайте, какой кайф, розовые пакетики. Я так люблю розовые пакетики. Я и фиолетовые-то люблю. У Лёли как-то в посылке были фиолетовые пакетики, я так тащила с них. Вообще, я люблю цветные пакетики, но вот такой цвет нежный. У меня раньше было очень много шмоток, по большей части летней одежды. Двое брюк розовых, юбка, ну, такой костюм, как по типу платья розовое, футболка, короче, очень много розовых шмоток было. Вот, и тут, вот, вот так. Я даже в Инсту, по-моему, кидала уже фоточку с этим чаем, вот сегодня у меня тоже он был заваренный. Утром, днём. Короче, вы теперь знаете очередной лайфхак по поводу лаванды. а так, Лёля вполне может сделать вам мыло на заказ личной работы в прозрачную основу фигакнуть вот этой штучке. Так, ещё что у меня тут, палочки. Палочки лёгкого аромата. Я вообще очень хотела эту посылку побыстрее обозрить, чтобы заюзать палочки. Но у меня то одно, то другое, то пятое, то десятое. состав основа бамбуковая, древесный уголь, ароматическое масло. И вот. Она как бы, ну, со мной поделилась, Лена. Тут неполноценная коробочка. О, так это хэм. Я только сейчас заметила, что это хэм. Вообще люди, если вы любите аромопалочки, но не знаете, что выбрать, вот хэм, это индийская фирма, это очень крутая фирма, это оптимальный вариант. До них конусы у меня были, они, по-моему, будут в пустых баночках ноября, эти лавандовые, когда-то года полтора на зонах брала. У меня тоже хэм был. Есть еще какая-то фирма, я не помню название, тоже неплохая, но хэм это вообще вне конкуренции. И еще одна интрижка. У меня скоро в обзоре вскрытие посылочки будет хэм. Вот. Палочка. Вообще аромат такой интересный, он мне какие-то духи напоминает. У бабушек что-то такое бывает. У меня была соседка, я не знаю, Красная Москва так пахнет или нет, но у меня почему-то ассоциация именно с названием Красная Москва. У нее какие-то духи такие были и они назывались Красная Москва, хотела сказать. Кстати, во дяди, Красная Москва. Короче, интересный аромат такой. И еще что-то такое знакомое. И у Эйвен какие-то духи такие же есть. Ну, с таким ароматом. И еще мне почему-то оно напоминает вазелин вот в таких допотопных советских баночках, хотя вазелин я вообще не знаю, как пахнет. Пахнет ли он? В общем, я завтра ее заюзаю. Хотя, если случится то, чего я жду, то я ее, может, то я заюзаю что-то другое, а ее заюзаю в другой раз. Фэнг Шуй. Пять в одном. Вот. Только для экспорта. Фороэкспорт только. Ручная работа из Индии. Это у нас Акваметалл, Фуега, Мадера, Тиера. Земля, наверное. Инсиенция. Вот. Вообще кайф, да? Так. И тут книжечки. Ой. Крым. Туристическая карта достопримечательности. Таврика. У меня, наверное, в камеру оно не влезет, потому что я сижу близко. Ну, короче, карта Крыма. Потом. Алубкинский дворец. Я в детстве, в 4 года с родителями ездила в Алушту и в эту самую. Еще куда-то. Забыла куда. Может быть, и не в Алубку. Алушта. И вот такое же похожее на Алушту название. Это у нас Алубкинский дворец. Если получится, я вообще планирую на следующий год. Я в этом году планировала. Но у нас тут случилась эта корона вашего вируса. Корого вируса случилось. Короче, если получится на следующий год, я хочу сначала куда-нибудь за границу в азиатскую страну, а потом уже, если бабло будет, то уже и в Крым. Потому что азиатская страна, она это азиатская страна. А Крым, он уже вроде как Крым. Хотя вот так смотрю, он такой вот, ну прям. А еще я хочу в Турцию, в Стамбул, но с кем-нибудь, но никто не хочет со мной ехать. Печать вселенская. Генуэзская крепость, Судак. Туристическая схема. Когда-нибудь я в Судак доберусь. Ой, кверх ногами-то никак. В общем, вот тут есть, что почитать. Если мне как-нибудь снова приспичит бумажные книжки читать, я их тоже почитаю. И у меня там другая книжка, которую я обычно в деревне на гамаке читаю, но в этом году что-то как-то... И когда была хорошая погода, я все на велике, на велике, на велике думаю. А когда решила в гамаке посидеть, то дубак, то дужик. Стихи о Крыме. У рыбачьей пристани в Олубке. Ух ты, я прочитала. Я уже забыла, как это... Я думала, что уже и не вспомню, не соображу, как это читается, но я прочитала. Ну, там этот, такие яти. Старославянский. Древнерусский. У нас там было. У нас самое напомню, прикол в Педе было на первом курсе, значит. Сначала мы писали, изучали, что-то такое у нас было, в общем, мы еще не знали, как бы. Но не рассчитано было на то, что мы знали. Мы, по большей части, никто не знал, ни старославянский, ни древнерусский, но мы должны были что-то там писать по Старославу. Знаете, вот дали контрольную работу по предмету, который ты вообще ни бельмеса и рядом не стоял. А потом только изучать стали. Года там через два. Серия основана в 2005 году. Крымский пилигрим. Стихи о Крыме, Симферополь, Квадронал и Де 2005. О, слушайте, это можно полистать в АЦМРе с книжечкой. Вот. Так, и всё. А вы что думали? Всего дофига, и так хватает. Так, короче, вот тут четыре книжечки, аромопалочки, пять духов, мартышка, свечка, котик, ракушка и травки всякие, муравки. Да, и тут, ну, я не стала доставать, но там пакетик в пакетике, там вот уже вот, как бы я сказала, что россыпью, да, и вот эти палочки лавандовые, которые не россыпью. Ну, цветочки отдельно и просто палочки с цветочками. У меня там ещё есть несколько цветочков отдельно, ну, в смысле с палочками, с цветочками. В первой посылке от Лены было немножко лаванды, теперь множко, теперь можно и заварить и в мыло закидать, и сделать какой-нибудь гидролат лаванды или настой лаванды, физиономию протирать, или ещё что-нибудь, вообще нафига всего. Так, всем спасибо за просмотр. Всем хорошей парфюмерии, что-нибудь ещё. Я так и ощущаю этот аромат лаванды, не лаванды, блин, какие-то там, фиолетовые, короче, Avon Sunrise Summer White ванильки. У меня, по-моему, сейчас конгрессно полноценная такая ванилька из коллекции парфюмерии одна, и вот она, та, которая мне нравится. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.